Всем привет, ребятки, с вами Флэш, и это свершилось. Я до сих пор не могу поверить, подобрать слов. Помните, да, дорожную карту, машины, 2018+, год, когда они появятся, и вот она перед нами. Я просто в шоке, реально. Я просто не ожидал это от разработчиков, насколько они всё-таки любят свою игру. Блин, я могу сейчас перед ними распинаться очень-очень долго, не суть. Короче, появился прототип машины, седан, он называется. Пока что на нём могут ездить и спамнить только админы. Понятное дело, что это для настройки. Но в любом случае, после прописки от определённой команды, перед нами появляется вот такая машина, которую мы видели очень много раз на всяких RT. Но она ездит. Когда мы подходим к ней, у нас появляется знакомая напись Mount, то есть присесть. Это как раз стулья, то, над чем они работали. Я нажимаю кнопку E, и я оказываюсь в машине. И вы даже можете слышать, как она работает. В машине я могу спокойно осматриваться. Вот это предельный угол. Могу влево-вправо поворачивать, и, естественно, могу ездить. Это просто уму непостижимо. Я на УАЗике ездил, когда в раз добавляли. Это больше года назад. Но мы тогда добавили вообще какую-то рандомную модель УАЗика. Тогда ещё Гарри мой видос у себя в Твиттере опубликовал. Типа, смотрите, что русские хакеры делают. Уже в нашу игру сами добавили машину. А теперь же я езжу на машине из Раста от самих разработчиков. Так, я могу поставить даже вид от третьего лица. То есть посмотреть. Но это, опять же, только для админов. Могу полетать. То есть мы можем... Кстати, я когда летаю, она сама почему-то ездит. Я могу на себя посмотреть. Я сижу, как на стуле в машине. Кручу, верчу баранку. И могу даже вот каким-то образом, как в ГТА, как будто вертолёт сверху наблюдаю. Только я ещё не совсем понял, как надо ехать. Потому что она то едет, то не едет. Ладно, не суй. Давайте я вернусь обратно к себе. То есть я могу от третьего лица покататься. Правда, камера опять неправильная, плавающая. Как у танка в своё время. Подвеска работает. Я даже вот только что первый раз с вами включаю. Подвесочка работает. Чтобы выйти из машины. Так, давайте переключимся сюда. Я могу выскочить на ходу. Нажимаю пробел. Я выскакиваю. Машина в какое-то расстояние проезжает и останавливается. Дальше опять я сажусь и еду. При этом я с машины могу пока что... Ну, я не знаю, может это оставят. Спокойно вести огонь, чтобы вы понимали. То есть я уже не представляю. Столько контента начнёт появляться, как только разрабы добавят машины в раз. Все ютуберы, кто забрасывал, кто не забрасывал, кто сейчас мало играет и я в том числе. Все возвратятся в раз. Во всяком случае на первый месяц точно. Более того, естественно, можно стрелять на ходу с ракетниц. Но больше всего мне прикололо. Это мы берём С4, подъезжаем к домику. Тут живёт наш неприятель. Я это сам первый раз сделаю, не знаю. Нет, 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 нет. Как пробел? Выходим. Я думал, она через окно. Она вообще взлетает. Она взорвалась. Жесть, ребят, ну вы поняли. Я буду ещё отдельно делать обзор по этой машине. Это просто первое впечатление, чтобы с вами поделиться. В общем, пишите свои комментарии. Ну, я просто поражён. Реально поражён. Разработчики просто красавчики. Пока что только вот такой функционал. Можно сесть, встать с неё, пострелять и покататься по миру. Всё. Всё, я жду девблога, переведу. А потом ещё уже проснусь с трезвой головой, потому что я сейчас немножко опьянён. Посмотрю, что там можно... Ну, короче, ещё подробнейшим образом рассмотрю эту машину и уже выпущу следующее видео. Всё, с вами был Флэш. Увидимся в следующем видео. Продолжение следует...